Одно из сложнейших произведений «Прометей» поэма «Огня» Александра Скрябина. Исполняет его народный артист России, президент фонда «Новые имена» Денис Мацуев. Этот фестиваль для него личная история. Им он почтил память близкого друга, маэстро Артёма Маркина. Наш фестиваль «Альма-Матор» мы не представляем без какого-либо, если кто-то будет другой оркестр, у нас даже нет таких вариантов, и это невозможно. Этого концерта мы начали готовить именно с Артёмом «Прометей». Это было наше общее решение в этой акустике, в этом, может быть, одном из самых гениальных залов мира по картинке, по истории, по намоленности. Всего на сцене выступили более 150 музыкантов. Под сопровождение симфонического оркестра для зрителей играли звёзды мирового масштаба и юные таланты фонда «Новые имена». Со сцены прозвучали скрипка, виолончель, фортепиано и даже живая арфа. Этот фестиваль давно и прочно получил прописку на Суздальской земле во Владимирской области. И в год Тысячелетия Суздаль, конечно, это мероприятие масштабировано, потому что приглашены именитые гости, например, Ильдар Амирович Абдразаков. Увеличено количество приглашений и создана возможность для посещения большему количеству людей этого фестиваля. Открытием фестиваля стала 11-летняя пианистка Варвара Заруднева из Луганска. В прошлом году девочка стала лауреатом музыкального конкурса в Москве. В этом солировала на сцене с именитыми артистами. Гала-концерт фестиваля проходит в стенах Спаса Ефимьева монастыря. Импровизированный зрительный зал вмещает 3000 слушателей. Новая локация выбрана тоже не случайно. Здесь совершенно потрясающая атмосфера в окружении соборов. Тем слушателям, которые повезет попасть на трибуны, увидят еще и простирающиеся просторы суздальских равнин и церквей. Услышать живое исполнение классических композиций приехали люди из разных уголков России. Многие посещают фестиваль «Альма-Матер. Новые имена» не в первый раз. Не остались в стороне и жители Суздаля. Гала-концерт называют лучшим подарком к тысячелетию города. Ну и, конечно, Денис Мацуев. Много лет раньше ходили на его концерты. В других местах ездили в соседние города. А теперь он сам приезжает к нам. С удовольствием слушаем, смотрим. Ну, очень довольны, как всегда. Вообще светлое, прекрасное настроение, которое сохранится надолго. В числе зрителей и ветераны СВО – подопечные регионального отделения фонда защитников Отечества. Какой-то праздник все-таки для нас, для жителей города Суздаля, для нас, ветеранов. И вообще для тех гостей, которые приехали к нам в город. Это грандиозное событие. И мы очень рады, что оно происходит именно у нас здесь, в Суздале, в этом монастыре. Это очень красиво. Уже не первый год, так бы не последний. Насладиться новым прочтением классических композиций вместе с семьей приехал и глава региона Александр Авдеев. И все эти стены, вся эта земля пропитана настоящей историей, историей нашей страны. Но в этих стенах, как мы видим, рождается новая история. И рождаются новые имена и новые герои, которые будут прославлять великую страну, прославлять Суздаль, Владимирскую землю, но и прославлять всю Россию. До конца этого года в Суздале пройдут ещё более 20 творческих и музыкальных фестивалей. Каждый из них будет посвящён главному событию года – тысячелетию города-музея. Софья Сидорова и Дмитрий Монапов.